Братья и сестры, пост, весна души, с постом приятным, пусть он будет хорошим для вас и для всей вселенной, ибо сегодня бой идет не ради славы, ради жизни на земле. От поста зависит ясность вашего ума, от поста зависит твердость вашей воли, от поста зависит, насколько вы способны молиться и стать в строй, когда вся церковь в строю. Сейчас вне строя только лживые миротворцы. Те, кто говорит «мир – мир», как Еремия пишет, а мира нет. Те, кто любят прелюбодейный мир, потому что мир и грех вместе не живут. Мир – он от Бога, а грех не от Бога. А когда мир и грех, и все перемешано, то эту ложь Господь рушит, и те, кто хочет вернуть эту ложь – это обольщенные люди. Так вот, все равно, что у вас в желудке, но не все равно, какой у вас ум, какова ваша воля, какова ваша нравственная позиция. Молитесь вы или нет – это не все равно. Вот в этом смысле пост есть служебное состояние человека, который припоясался господину своему, зажег светильник, поправил масло, долил масло, поправил фитиль и ждет Господа. И в этом смысле пост просто незаменим. Открываем Библию. Кто не читал ее, тот сильно грешил до сих пор, а кто начал читать, тот великий молодец, потому что он положил конец грехам своим. Итак, книга пророка Иоиля. Там речется беде, беде всенародной. Сами прочтете, первая глава, 14 стих. «Назначьте пост, объявите торжественное собрание, то есть собирайтесь вместе. Созовите старцев и всех жителей страны сей в дом Господа Бога вашего и взывайте к Господу». То есть здесь все логично связано. Собирайте стариков, не просто стариков, но старцев, то есть у которых вместе с сединой есть опыт и мудрость. «Собирайте жителей всей земли в дом Господа Бога вашего». Ну а во главе всего этого назначьте пост и взывайте к Господу. «О, какой день!» Знак восклицания. «О, какой день! Ибо день Господень близко, как опустошение от всемогущего придет Он. Не перед нашими ли глазами отнимается пища от дома Бога нашего, веселье и радость?» И так далее. Значит, Иоиль. Он пишет об излиянии стого духа, о дне Господнем Великом и Страшном. Его стоит вообще прочесть, потому что он пригодится нам еще, когда мы будем праздновать Святую Пятидесятницу. Дай Бог дожить. Но сегодня он нужен нам, потому что у него находим слова «назначьте пост. Объявите собрание». Эти слова можно найти в книге Ионы, пророка, который постом, по сути, понудил к посту проповедью жителей Ниневии, а уже пост, в свою очередь, с покаянными слезами и воплем на небо, преклонил Бога на милость и были приложены, приплюсованы к жизни Ниневии еще много-много лет. По-моему, сотня, если не больше. Сто двадцати, кажется. О посте мы читаем в книге пророка Даниила, где постом юноши Анани, Азария и Месаил, которых переименовали в Вавилоне, значит, Сидраха, Месаха и Авдинаго, когда они постом, укрепленные молитвой, были румяные лицом и крепкие телом, сильнее, чем отроки Вавилона, сластопитанные, которые ели все подряд и не желали поститься. О посте мы читаем еще в первой книге Библии, в книге Бытия, где именно от пищи, от нарушения пищевого запрета в человека вошла смерть. Поэтому пост есть древняя заповедь, столь же древняя, сколь и человек сам живет на земле. И если уж сегодня вы не будете поститься, я уж не знаю, когда, когда будет, извиняюсь, какая-нибудь серьезная болезнь желудка, но пост ведь не пища. Пост – это духовное воздержание с целью чтения слова Божьего, ибо сказано в Писании «Не живет только хлебом человек, ни одним хлебом жив человек, но всяким глаголом, исходящим из уст Божьих». Вот пост – это время замены. Раньше в этом был обед. Сегодня я пью чай с сахаром для подкрепления сил и читаю две главы из Евангелия. Вот теперь обед. Раньше я в это время ужинал, а сегодня я грызу сухарь или там, скажем, ем какой-нибудь инжир, семечки, там что-нибудь такое, фундук, ну что-нибудь такое вот, энергетическое там, какой-нибудь урюк, но не обременяющее меня, ну не кусок мяса, да, а заменяю этот тремя главами из пророков и кофизмы из псалтири. То есть не хлебом живу, но словом, исходящим из уст Божьих. Это пост. Просто к воздержанию я вас не зову. Я уже сказал, что чрево для пищи, пища для чрева, то и другое Бог уничтожит. Но вот именно соединение воздержания с молитвой в это серьезное время это ваш вклад в Царство Божие, ваша инвестиция в будущее и ваш осиновый кол в Вавилонскую блудницу, с которой сегодня воюет Россия. Россия воюет не с Украиной. Россия воюет с Вавилонской блудницей, полицаями, у которых на ней не служить укронацист. Это политическая тема, мы ее забираем сейчас пока. Пост, друзья мои. Бытие и Оиль, Даниил, Евангелие. Само небо кричит нам. Воздержитесь от лишнего и молитесь Богу. Много. Помогай Бог. До свидания. До свидания.